здравствуйте рыбаки и рыбачки сегодня мы с вами будем делать эксклюзивную снасть для ловли судака из замка китайского рюкзака как это делается во первых начнем сначала вот так оно у нас так он болтается теперь мы должны здесь все залить свинцом будем использовать ну я попробую так вот вырезаю нужную мне формочку а теперь аккуратно оборачиваем чтобы закрыть все щели чтобы не вытекал свинец теперь берем коробочку с песком заливаем водичкой и ждем пока она пропитается после этого нашу форму вставляем сюда в песок и старательно ее тут запаковываем вот осталось у нас место куда будем заливать свинец свинец разогрели и заливаем теперь смотрим что у нас тут получилось сейчас разверну и покажу вот такое чудо у нас получилось сейчас мы тут обработаем лишнее уберем и получите тяжелая такая хорошая форма вот я ее промыл смотрите как она получилась практически тут ничего и делать не надо можно тут чуть-чуть подправить и все практически эта часть у нас готова что будем дала делать дальше я вам покажу и расскажу практически как вы поняли у нас получилось уникальная джиг головка вот такая вот видите тут крючок что нам надо сделать надо чтобы вот она на дне будет ложится вот так может быть этого достаточно а может быть сюда подделать чуть-чуть материала который будет поднимать наш крючок из этой штуковины вырезаем такой кусочек и делаем что-то типа поплавочка чтобы он поднимался следующий наш ход делаем здесь вырезку чтобы сюда входил спокойно двойник наш вот так видите теперь берем клеем здесь смазываем но вот так вот немного вот так наносим клей и все дальше соединяем вот так вот вымеряем чтобы крючок ровно держался и не касался поплавком нашей головной части теперь берем вот такой капроновый нить не знаю как где в наших местах берет хорошо на сиренево фиолетовый цвет судак любит очень и вот с этого мы будем сюда оплетку то есть вы поняли да что приманивает рыбу делать сильно длинным наш опушиватель этот должен не должен быть сантиметра 4 вот так вот теперь мы здесь вымеряем и отрезаем нужную нам часть так где-то если что лишний обрез и теперь будем прикручивать при помощи нашей капруновой нитки вот так у нас получилось на первых порах дальше мы будем еще работать но почему такой цвет в нашего водоемах предпочитает судак я отверить не могу сколько его не спрашиваю не отвечает вот так вот у нас получается но тут еще нужно кое-что сделать во первых это покрасим тут закрасим и тогда покажем в работе в воде как он работает теперь ребята чтобы не забыть нитки мы закрепим клеем наш смажем заклеим а потом будем дальше красить закрашивать будем вот таким синим лаком это понятно да белую нитку мы все закрасили видите синим цветом и и как говорится не видно а теперь мы будем там наш грузок саму нашу основную функцию выкрашивать черный цвет вот так мы всю нашу утяжеленную часть что мы заливали свинцом выкрашиваем черный цвет дальше потом ножичком обделаем все соединим покажу как соединять и покажу как она работает у нас воде ребята смотрите эту часть нашего замка с рюкзака китайского мы не красим она создает свою видимость вроде это там рыба хватает или что короче говоря привлекает рыбу вот так она выглядит теперь нам сюда нужно закрепить потому что как цеплять сюда если ставить поводок не годится будет уходить мы берем проволоку и сейчас я покажу как мы ее соединяем вот так вдеваем проволоку потом прижимаем прижимаем на эту сторону отводим конец прижимаем вот здесь плоскогубцами чтобы она держалась прочь этот конец сгибаем направляем сюда снова вытягиваем вот так здесь подправляем тяжело делать все под камеру вот затягиваем эту проволоку чтобы она тут у нас не ходила влево не вправо теперь затянули направляем уже на другую сторону поняли и делаем аналогично просовываем снова сюда и затягиваем вот так вот у нас начинает образовываться так называемая петля с проволоки которая должна всю эту нашу систему держать чтобы она у нас не совалась никуда чтобы она держалась туго короче говоря используем всю свою силу и возможность опять здесь сжимаем и несколько раз оборачиваем показываю конечный результат смотрите вот она закрепилась видите она не совуется ни влево ни вправо теперь сделать сделаем петлю и наша работа считайте закончена вот так вот сделали петлю и несколько раз обмотали проволокой все вот здесь лишнее сейчас обрежем и у нас получается наша снасть считайте готовая вот так и вот procedures отрезаем откусываем точнее все этот краешек загибаем и вот у нас получается вот такая вот петля которая держит нашу конструкцию и позволяет вот ей работать сюда цепляем леску или нитку кому что удобно вот и вот так вот она у нас получается вот это вся наша снасть, которая бесподобно ловит рыбу особенно судака покажу как она будет работать у нас в воде друзья, не обессудьте я не нашел где вам показать ванну заливать воду в наше время это слишком дорогие получится удовольствие поэтому я нашел такую ванночку вот смотрите, я закинул вот так она ложится на дно обращаю ваше внимание сразу крючки наши поднимаются и стоят вот так вертикально почти и вот мы допустим тянем спине раз ну я не могу вам всю промотку показать и опускается опять на дно ну он поднимается, смотрите вот он поднимается и опять кладется вот эта вот белая часть она привлекает рыбу хищную и тут что-то стоит там шевелится там же и по-любому или течение или волна просто она будоражит и получается вот это у нас лежит на дне, видите а это подняты крючки и она интересна хищной рыбе она думает, что же это там такое меня будоражит и прекрасно берет так, короче говоря я вам показал, как смог если вы все поняли дай бог здоровья и успешу если вы все поняли дай бог здоровья сделайте такую снасть и успехов в рыбалке всех благ до встречи в следующем эфире я хочу прочитать